Лужи крови и внутренности животных на полу. На прилавке магазинов эта продукция одной из коммерческих мясоперерабатывающих организаций областной столицы попадала с липовыми разрешениями. Два с половиной года их незаконно выдавал ветврач областной станции по борьбе с болезнями животных. Естественно, не безвозмездно. Врач-ветеринар за незаконные действия выдавал сопроводительные документы за положительную оценку продукции. На самом деле, фактически осмотр туш и органов животных не производил. За данные действия врач-ветеринар получил взятки в сумме 360 тысяч рублей. Ветврач штамповал разрешительные документы по выходным и праздникам. Вознаграждение получал лично от руководителя мясоперерабатывающей организации. При обыске в цеху следователи нашли улики. Однако на допросе подозреваемый не признал свою вину. За взяточничество в крупном размере на него завели уголовное дело. Расследование продолжается. Если вина ветврача будет доказана, ему грозит до 12 лет тюрьмы и крупный штраф. При этом он может лишиться права занимать должности, связанные с выполнением профессиональных обязанностей. или вообще право работать в сфере санитарного благополучия. Решение о применении дополнительной меры наказания также примет суд.